Добрый вечер. Начнем наш вебинар. Долго ждать не будем. Были маленькие технические проблемы. Видимо, из-за этого не всем пришли письма. Но, в общем-то, они пришли только чуть позже. И многие еще подключатся, скорее всего, к вебинару. Итак, я Фред. У нас сегодня вторник. Вебинар посвящен текущей ситуации. Много интересного сегодня было просто весь день. Вчерашний день. Какие-то новости, события. Плюс еще завтра будут события. Это ставка по ФРС. Масса всего и будет. И мы об этом о всем поговорим. Для начала нужно представиться. Я управляющий активный. Хотя я вижу онлайн и все те, кто меня знают. Так или иначе, предупреждение о рисках. Конечно же, регулируемая компания, организатор Admiral Markets. И без предупреждения просто нельзя начинать никакое мероприятие. Ну и наконец, контакты. И я переключаюсь на метатрейдер наш. Сейчас он закачается. Не знаю, почему так долго. У нас сегодня были данные по фунту. Вышла инфляция по фунту. Если кто следил. У нас даже прямой эфир был. В 12.30 по Москве, в 11.30 по Таллину, Риге, Киеву. Мы обсудили, собственно, что произошло. Вышли данные 3.1. Это выше, чем ожидалось. Фунт сначала вверх пошел, потом немного вниз. Но я так понимаю, сильно вверх он не ушел после всего того, что случилось. Потому что доллар стал укрепляться. По крайней мере, к евро он точно укрепился. Серьезно, пока у меня загружается. Я посмотрю, что у нас происходит на валютах. Вот сегодня все росло практически от лайткоина, который сотню другую процентов сделал. Ну, не другую, сотню. И заканчивает. Да, фунт тоже просел 33.17 сейчас. Ниже, чем было, когда мы ввели эфир. Ну, хорошая возможность, честно говоря, заходить в лонг, если уж вы бык по фунту. В общем-то, такое снижение. Если вы фундаментально верите в рост и считаете, что с такой инфляцией ставку только повышать и повышать, то, скорее всего, нужно использовать этот момент. Итак, я в который раз устанавливаю плагин. Вот он загрузился. Открою его. Раскрою. Проверка томов. Завершение. Ну и посмотрим, что будет дальше. Открыть. И разрешить. Все. Теперь должно быть видно. Теперь должно быть видно. Вот. Метатрейдер. И у меня график открыть чего? График газа. Давайте с него начнем. Он уже вышел за пределы нашего треугольника. Видите? Оттестировал. Оттестировал вход. Ну так, если уж совсем точно его подогнать. Оттестировал. Не смог закрепиться внутри. И оттуда с грохотом упал. Когда я говорил, что газ очень хорошо ходит по тех анализу. Вот это имел в виду. Отскок от линии случился. До верхней не дошли. Упали. А если вы покупали еще раз. Ну да. По 100 плосу вышли. Ну а здесь уже сам бог велел в сел становиться. И теперь идем вниз. Но внизу очень много поддержек. Внизу есть мощная линия 2.65. 2.65 и 7. Если точно. Где-то в этом районе мы можем остановиться. Еще ниже 2.4. Собственно у меня там путы проданы. Захеджированы с 2.75 путом тоже. Так что я до 2.4 буду в шоколаде. И только после начнется убыток. Вот думаю как раз 2.25 и есть какой-то уровень без убытка наверное. Ну это надо в программе смотреть. Те кто в теме знает. Хорошо. Тут уже нам делать нечего. Сигналы все пробиты. И дали возможность в шорт зайти. Ну хотя я бы не заходил сильно в шорт. Но техника показывала шорт. Идем дальше. Снэпчат хорошо растет. Вот даже приблизился вот к этой линии. Хороший такой восходящий канал. Надеюсь видно. Я уточню видно ли. Да. Вроде видно. Иначе бы написали. Хороший такой сигнал на селл. С небольшим стоплосом. Просто рынки растут. Сейчас заходить в селл это немножко ловля ножей. Надо осторожно с этим. Потому что просто ликвидность дикая. Все растет. Вот. Я уже не говорю про всякие криптовалюты. Даже рынок. Даже вот Боинг. Сейчас мы дойдем. Вот он Боинг. Кстати 291. А я вчера на 286. Сколько было на 289. По-моему не помню. Сейчас посмотрим на 4 часовом. Часть позиции закрыл. Вот здесь. Нет. 82. 82. 90. Вот я вспомнил. 82. 90. Часть позиции закрыл. Хорошо, что закрыл. Иначе бы с большим портфелем шел. И продал 260 путы. В общем-то удалось частично отыграть. Сейчас эти путы просто 500 долларов приносят. Доллар почти с каждого контракта. Вот. Но все равно это убыток. Я буду ждать возврата в район 267-265. Может быть чуть выше. То есть это единственная убыточная позиция, которая меня волнует. Боинг растет просто без остановки. Ну посмотрим, когда это закончится. Главное, чтобы я мог терпеть. Вся прибыль текущего месяца ушла под Боинг. Частично пут мне вернет он январский. По-моему. Да, январский. Ну а дальше посмотрим, что будет. Просто экспоненциальный рост. Ну делать уже нечего. Microsoft. Хороший сигнал был у входа. Я на TradingView тоже показывал его. Ну там не дошло. Буквально центы не дошло. Да. Ну не считается в общем-то сигналом. Вот тут на MetaTrader очень хорошо видно. Можно было бы войти и использовать. Ну вот Apple пока не показывал глубокой коррекции. Может еще показать, что у нас еще есть. WTI развернулся. Сегодня там нефтепровод. Новости были. И вообще нефть в общем-то. Снова я медведь по нефти. Завтра вот запасы выйдут. Посмотрим еще раз, что происходит на рынке нефти. Баланс спроса и предложения. Это будет интересно, я думаю. А так буровые продолжают рост. Снова. По одной, по две, по три, по пять. И думаю, что цены в районе там 57-60 они все-таки выше, чем стоило бы того ожидать. Мне кажется, на рынке достаточно нефти, чтобы она сейчас не стоила ровно столько. В зиме обычно происходит снижение цен, но надо сопоставлять с запасами. Откройте график. У меня где-то есть исторические запасы. Я сейчас даже покажу его. Вот он. Сезонность. Сезонность. Сейчас мы находимся вот здесь, в декабре примерно. Надо будет посмотреть какие. Это уже устаревшие данные получается. Там две недели назад, неделю назад. Вот. И запасы исторически растут в это время. По крайней мере в 15-м году так было, в 16-м. Ну, всегда так было. С конца октября они начинали расти запасы. То есть, если сейчас запасы сильно будут расти, это неудивительно. А вот если они будут снижаться, кстати, что и происходит. Но происходит где? Происходит с максимумом, с рекордных уровней. Там чуть ли не 530 миллионов баррелей получается. Рекорд за последние пять лет. Они снижаются и где-то примерно дошли до каких-то приемлемых уровней. Вот в 15-м, например, было точно так же. Запасы были 470-480 миллионов баррелей. То есть, соотносите всегда с сезонностью. Это очень важно. Динамика прошлой недели и сезонность. Вот. Так что пробьем мы эту линию. Уже можно будет говорить о медвежьем снижении более-менее уже точно. Окей. Идем дальше. Я посмотрю, что у нас в чате творится. Видите, МТ написали. Отлично. Игорь написал. Ну и конечно евро, как мы ожидаем, уже вторую неделю на вебинарах снижается в этот район. 1.1670, 1.17. Отлично. Хоть все встает в круги своя. Все так и должно быть по фундаментальному анализу. По крайней мере здесь нет никакого противоречия. Вот пробьем эту линию. Посмотрим, кто будет. Я бы ожидал 1.14. Индекс доллара точно также возвращается наверх. Голова и плечи пробитой была. Потом ложно. И теперь вот эта линия будет уже такой линией водораздела. Все таки медвежий рынок или бычий. Особенно если мы сильно пробьем эту линию. Просто быки вот именно на индексе доллара дадут медведям сигнал, что вот давай до свидания. Золото снижается, огромная ликвидность. Все хорошо. Все растет. И золото выходит. Трейдеры. У меня был путь опцион купленный. Я его закрыл вместе с колом. Заработали там 2000 где-то так. Не знаю сейчас он дороже стоил бы или нет. Потому что одно дело закрыть его на сильном падении. С волатильностью. С воздухом. А другое дело на медленном. Пускай цена чуть ниже чем была тогда. Ну окей. Уже не интересно. Очень много людей закрывают сделку. Потом переживают. Закрыли. Вышли. Ну и до свидания. Пока не будет нового сигнала. Меня вообще не волнует что будет происходить. Ну и конечно S&P. Новый хай. Новый максимум. 2669 показывает тут метатрейдер. Ну что тут сказать. Нечего сказать. Эйфория продолжается. Даже пробили вот этот восходящий канал. То есть тренд сильнее чем ожидалось бы. Никаких коррекций. Вместо коррекций мы пробиваем силы канала и отскакиваем и уходим вверх. Ну в общем будем готовиться к медвежьим позициям. Но не надо прям агрессивно шортить все это. Я по крайней мере агрессивно не шорчу. Не считая Boeing. Бренд тоже показал хай вернулся. Ну и фунтовые пары вот по технике ходят очень хорошо. Вот эта вот пара. DPP на ЗД на Новозеландскую пробила линию. Вот посмотрим спустится вниз или нет. Я на TradingView ставил как раз обзор. Там как раз вот. И Tesla. Tesla зашла уже за линию 333.33. Ну там у меня 32 написано. Посмотрим чем это закончится. Обычно вот бывает так когда новый минимум показываем. Коррекцию делаем. И не доходим. И отсюда уже разворачиваемся. Очень часто многие ставят стоп-лосс чуть ниже вот этой линии. И проезжают на этом ралли вверх на обычном сигнале. Так что тут пока вот эта линия 333.33 держится. Мы выше нее конечно закрываемся. Но если не устоим можно еще поиграть в медведя. Ну вообще по Tesla даже не медведь не бык. Мне кажется бумага очень хорошая для опционщиков. Продавать, покупать, строить стратегии. Очень хорошо ходит. Очень большая волатильность. Все в ней идеально. Вот. Ну и дает хороший сигнал. Обратите внимание на этот сигнал. Как хорошо пробили. Дали снова зайти. Твойную вершину локальную показали. Оттуда с грохотом упали. Ну то есть технично ходит бумага. Очень очень технично. Мне по крайней мере нравится Tesla. Жаль прибыли нет. Не проанализировать никак бизнес. Ничего из него не вытащить, не понять. Убытки, убытки, убытки. А вот это какая-то криптовалюта XRP. Подскажите мне что это. Потому что в сортах криптовалют я не особо разбираюсь. Вот. Вот. Кто-нибудь напишите что это XRP. Хотя можно навести курсор. Нет. Нет. Не пишет. Неохота там копаться. Так. Что еще. Теперь давайте к данным. А вот фунт. Вот. Фунт показывает нисходящую динамику. Хороший момент для входа. Инфляция мне больше дает. Вот. Да. Пища для размышления. Ну что делать. Если доллар идет на повышение ко всем валютам. Тут фунт не исключение. Всего лишь нужно переждать. Но это не значит что мы не пробьем эту линию. Знаете. 3.1. Вышла инфляция. 3 ожидали. Еще пару месяцев такая инфляция. Я думаю спекулянты поймут что у Банка Англии нет выхода. 3.1 это очень много. Почти полтора раза больше чем. Полтора раза выше чем. Таргет. Левел. Ок. Давайте я покажу все что я приготовил на этой неделе. Какие-то картинки. Ну вы знаете. Вчера Apple купил Shazam. Я писал об этом на сайте Адмирала. Есть небольшой обзорчик. В общем то это хорошо для Apple. И тем лучше для Shazam. Только странно почему упала стоимость Shazam. Ее в миллиард оценивали. Я думаю почему WhatsApp стоит 19 миллиардов. А Shazam всего 400 миллионов. Это конечно странно. И вообще как могут падать стоимости таких компаний в такое время. Понятно что там пузырей много. Но вот так странно. Так. Что это у нас? Нет. Это чемпионы мира по допингу. Это не в счет. По-моему на этой неделе никаких новых графиков не было. Вот мы смотрели на соотношение облигаций и акций. Если этот график вам знаком. То значит мы его разбирали. Напишите пожалуйста в комментах. Обсуждали ли мы график. Где инстаграмму. Где видно сколько подряд было лет. Когда рынок акций вел себя лучше чем рынок облигаций. Семь лет подряд. Вот. Если нет. Ну окей. Обсудим. Если да. Значит пропустим. Вот видите последний раз. В двадцать восьмом году был такой бычий рынок. Когда рынок акций семь раз подряд вел себя лучше чем рынок облигаций. То есть инвесторы уходили в акции. Избавлялись от облигаций. И видимо доходность была низкой. Вот так семь. Никогда еще с двадцать восьмом году не было семь подряд. Они называют аут перформ. Когда рынок акций покажет лучшее движение чем рынок облигаций. Ну хорошая цифра 1928. Перед. Буквально перед великой депрессией. Что еще у меня есть. Так. Запасы я показал. А вот еще интересный график. Посмотрите пять самых крупных компаний тех сектора. Технологических компаний США. И китайские. Посмотрите как китайские обогнали с семнадцатого. С лета семнадцатого года просто. Вышли в большой плюс по сравнению с американскими. Я не к тому что это какой-то торговый сигнал. А. Секунду. Не видно графики. Хорошо что вы написали. А то я тут сам с собой разговаривал получается. Секунду. Мы сейчас включим. Будет все видно. Ну давайте начнем с этих графиков. Потом вернемся. Вот. Надеюсь сейчас видно. Топ пять китайских хай-тек компаний. Топ пять американских. Бордовая линия это китайские компании. То есть кто это. Alibaba. Tencent. Ну он владеет WeChat несколькими. Типа. Как бы хай-тек тоже компаниями. Ну как Venture выступает. Фонд выступает. Baidu. Это Google китайские. JD и NetEase. И американские такие же топ пять. Apple. Google. Amazon. Facebook. Microsoft. Вот. В общем-то оба тренда вверх направлены. Но китайские с пятнадцатого шестнадцатого начали усиливаться. И уже в семнадцатом обогнали по перформансу 280. Наверное процентов. Да. Да. Процентов получается. Процентов. Вот так. И то что я показывал до этого это был график. Когда. Сейчас. Сейчас включится. Когда облигации. Вот. Когда облигации обгоняли акции. Наоборот. Акции обгоняли облигации. Никогда с двадцать восьмого года не было. Чтобы семь лет подряд акции показывали лучший результат. Чем облигации. А. И вот. Вот этот год. Семнадцатый год. Седьмой подряд. Списки. Вот. Вот здесь. Да. Было в последний раз. Вот. Вот тут. Семь раз подряд. И потом обвал был. СНП. Рухнул. Вот. Так что ждем. Возможно скоро будет. Ну. Посмотрим. В общем-то. Забегать. Вперед не будем. Что еще у меня есть. Из картинок. Интересных. То что я собираю в течение недели. Чтобы потом показать вам. Не факт. Что это прям очень-очень важно. И очень интересно. Ну. Вот. Объем денег. В обращении. Давайте. Посмотрим. И этот график. Долларов. Триллион. Триллион. Да. Это тысяча четыреста миллиардов. Это триллион четыреста миллиардов. Да. Триллион четыреста миллиардов. Евро. Миллиард. Триллион двести миллиардов. Там. Китайский юань. Японская иена. И вот. Все криптовалюты. Посмотрите. В общем-то. Немало. На самом деле. Немало. Это кажется, что у них. Капитализация рынка низкая. И так далее. Ну. В общем. Все выпущенные криптовалюты. Хотя не знаю. Чем капитализация отличается. А. Это то же самое. Это то же самое. Только. Почему тогда у доллара. Всего. Всего. Тысяча четыреста миллиардов. То есть. Триллион. Окей. Не может быть ошибок. Мне казалось. Что больше будет. И вот. Собственно. Биткоин. Двести. Миллиардов. Это всего лишь. В четыре раза меньше. Чем йена. Японская. В общем-то. Пузырь. Не пузырь. Не знаю. Не знаю. Больше. Чем все корейские ООН. Вместе взятые. А. Что еще у меня есть. Вот этот график. Хотел бы посмотреть. А. Лучшие работодатели. Давайте посмотрим. Кто. Кто. Лучший работодатель. А. Вот представьте. В России. Лучший работодатель. Магнитокорский. Сталилитейный завод. В Америке. Гугл. Гугл. Альфабет. А. Не видно. Секунду. Да. В Америке. Гугл. В Канаде. Санкор. Энергетическое вание. Ну. Вот. Видно на графике. Нестле. В Швейцарии. Странно. Конечно. Так. Юни Левер. В Голландии. Лучший работодатель. Скорее всего. Чисто по опросам. В Финляндии. Кон. Вот этот вот. Лифт. Да. Производит. Кон. Что еще? Пандора. В Австрии. ОМВИ. По-моему. Это нефтяной. Перерабатывающий завод. Или я не знаю. Газовый гигант. Что-то такое. По-моему. И. Что еще тут. Из известного. LG. С Южной Кореи. Вот так. По баллам распределяется. И по маркет капитализации. Вот. Самая крупная. Гугл. Из всех желанных работодателей. А. То, что синим. Это мелкие компании. Относительно мелкие. Компании. Вот так. В каждой стране. Люди мечтают. Заботать. Или. Мечтают. Или. Платят. Больше. Ну. Вот. Просто. World's best employees. По странам. Как их выделили. Не знаю. Внизу есть источник. Что еще я хотел вам показать. Такого. Забавного. Любопытного. Ownership cost of vehicle. А. Это. Стоимость владения автомобилем. Но такой жуткий график. Что его даже показывать. Не получится. И. Наконец. Вот. Еще. График. Не знаю. Мы его обсуждали. Или нет. Это. Картина. Портрет. Среднестатического криптоинвестора. Посмотрите. 93% мужчины. Семь. Женщины. Иду. В моем окружении. Явно больше 7% женщин. Вот. Видимо. Эстония. Поэтому. Так. Которые крипто. Весь фейсбук взрывается. Мессенджер. Постоянно мне картинки высылают. Как будто я не знаю. Я. Адепт. Я. Сторонник. Фанат крипто. Как раз наоборот. Вот. И. Возраст. Между 26 и 55. А. А. Вот. Страны. США. Канада. 48%. Европа. 32%. Азия. Я удивлен. Что Азия. 8%. Китай. Мне казалось. Еще Япония. Больше будет. Ну вот. Майнеры. Основные. В Китае. И. Посмотрите. 83% проверяют цены ежедневно. Как тут не проверить. Да. Меняются цены. Хотя. Валютный рынок точно так же меняется. Еще чаще меняется. Более волатильно. Акции тоже меняются. В течение торговой сессии сильные. Но. Вот так. Люди болеют этим. И. Занимаются. 33% каждый час проверяет стоимость криптовалюты. Вот. И. 100% всех людей владеют между 10 тысячами долларов и 50 тысячами долларов. Ну. Достаточно. Серьезная сумма. Ок. Вот так. В целом. Хорошая инфографика. В общем-то. Я вообще люблю инфографику. Четко. Ясно. Все видно. Ну. Что еще могу вам показать. Да. Наверное. Все. Больше. Больше. Ничего. Ну. И. Вы можете посмотреть, какие рынки переоценены. Какие недооценены. А. Посмотрите на. Сейчас. у нас. У нас. картинка. Страны. Переоцененные и недооцененные. Наверное, я уже это показывал. Мне кажется, я где-то это точно показывал. Вот. Аргентина. Самая переоцененная. Италия. Ирландия. Норвегия. Там. Пиерейшио 29-39. Где-то в этом районе. Россия. 6. Пиерейшио. По понятным причинам. Китай. Тоже низкая оценка. И. Штаты. 22,8. Сейчас, наверное, 23-24. Соотношение цены среднестатистической бумаги. Входящий индекс к ее прибыли. Чем меньше эта цифра, тем недооцененная бумага. Чем выше, тем переоцененная. Вот. Как бы так. Хорошо. У нас сегодня вебинар будет короткий. Потому что по, видимо, каким-то техническим причинам многие не смогли подключиться. Вот. Мы тут совсем несколько человек. Самые, так скажем, верные друзья. Самые верные трейдеры. Которые, не увидев ссылку, просто дождались ее. Вот. Поэтому не будем особо долго тратить время. Собственно, я все сказал. Если есть какие-то вопросы и хотите что-то обсудить, пишите прямо сейчас в чате. Что я сейчас сам делаю? Я сам с портфелей просто высвобождаю маржу. Потому что очень много сделок было. И они не все в мою сторону пошли. И вот маржа. Ее критически не хватает. И я ее высвобождаю сейчас. У нас в пятницу. У нас в среду завтра ФРС. Очень важная новость. Событие. Собственно, все предрешено. Все предопределено. Мы понимаем, что будет, скорее всего, повышение ставки на 0,25. Но вот какая-то интрига есть. Это предпоследнее заседание главы Елен. И немного забегая вперед, скажу, что у нас 21-го, по-моему, в четверг, не следующий, а вот после следующей, будет вебинар по ФРС, по Пауэллу, новому главе. Какие-то факты, какие-то цифры. Кто такой мистер Пауэлл, хорошо бы просто разобраться. Потому что с 3-го февраля в доллар наступает новая глава ФРС. То есть мы видели Елен 7 лет. А может быть даже не все из вас 7 лет уже на рынке. И вот теперь у нас новая глава на следующие 7 лет. Вот просто дайте себе слово, что через 7 лет у вас будет очень стабильная торговля с очень хорошими параметрами. А вот и медленные идите к ней. Я-то больше видел председателей, как скажем, с Гринспона еще начинал. Это, наверное, самый интересный был человек. Алан Гринспон, даже есть книга хорошая, как она называется, на чего-то эпоха, там чего-то что-то такое. Вот у Романа на столе я видел в «Адмирале» лежит. Если кому интересно попросить его, может просто почитать. Потом был Бен Бернанке. Далее Джанет Йеллен. Ну вот получается 21 год. А, нет, я же застал Гринспона середины. Вообще он 2 срока сидел. Ну, сидел, плохо звучит. 2 срока был председателем. Так что, да, нет. А то я думаю, ее же не 21. А, эпоха потрясений, да, Игорь. Вот точно, хорошая книга. Ну, я не читал, я отзывы читал. О ней такая глобальная книга. Вот у Романа есть, если кто в Таллине живет, спросите, может даст. Вообще в интернете все есть, конечно. И вот сейчас Пауэлл, человек Трампа, назначенный Трампом. Долго они выбирали, кого назначить. С одним завтракали, с другим дочка его завтракала. Общались, слухи разные ходили на рынках. И с Йеллен они общались. Ну вот решили, что будет Джером. Джером, помню, Влад Пауэлл. И это будет 3 февраля. Ну и у нас, конечно, будет несколько важных данных за декабрь. Это за ноябрь в декабре. Это ВВП США, ВВП Великобритании. В общем, следите за стримами, за прямыми эфирами. И вот мы на всех событиях будем сидеть в прямом эфире. Пока изменения, о которых я говорил, улучшение качества стрима, вот не сейчас будет, но, не знаю, пару недель и все будет очень хорошо. И качество будет лучше. А то пока мы ставим просто обычную камеру Logitech и снимаем. Не стримовую камеру, не профессиональную. Но вот все будет потихонечку. Окей. Всем спасибо. Всем удачи на рынках. Это был Фред. Ждем вас на прямом эфире на ближайшем. Даже не могу сказать какой. Если вы подписаны, то будете видеть, что за эфир. Так что вот так. Всем спасибо. До встречи.